Доброе утро, мои дорогие, мои любимые! Скорее всего, смотреть это видео вы будете в субботу-воскресенье, в ваши выходные дни. У меня же начинаются с завтрашнего дня рабочие дни. По-моему, пять дней подряд буду работать я. А сегодня еще пока выходной. У меня сегодня пятница. Какое число? Шестое, по-моему, или пятое? Шестое. Шестое августа. С самого утра на улице затянуто все серыми тучами, пасмурно. Такая, знаете, абсолютно осенняя погода. Идет дождь, капельки текают по стеклам. И вот какое-то такое абсолютно осеннее, спокойное, душевное состояние. Несмотря на то, что еще начало только августа. У меня уже почти обед. Я с утра проснулась, приготовила завтрак. И вчера мы заезжали с Яной в Короназамок, а там продаются полуфабрикаты выпечки. И я взяла такие булочки с корицей. И сегодня еще булочки испекли. На всю квартиру пахнет свежевыпеченный, с домовой, с корицей. Так, так приятно, так уютно. Но мне надо уже уходить. Беру камеру для того, чтобы снимать вам. Сегодня решила с вами поделиться. Вот они лежат, эти булочки. Единственное, что, знаете, я что-то не подумала. Надо было их яйцом еще помазать, чтобы они блестящие сверху были. Но все равно получились очень вкусные, очень сдобные. Там внутри столько начинки. Там вот, как я люблю, корица, да, с сахаром. Но ее столько положили, что ты просто ешь и не чувствуешь тесто практически. Очень вкусно. Вот то, что я вам говорила. Смотрите. Все окна в капельках. Все серо так, да? Похоже на такой типичный осенний пейзаж. Но мне нравится. Мне нравится. Я так, знаете, наслаждаюсь. Вдыхаю этот воздух прохладный. Такое спокойствие, умиротворение. Здорово. Так тоже должно быть. Хорошо, что в природе есть вот эти смены сезона. И давайте, как обычно, посмотрим с вами на календарик. Так, лучшие вещи в жизни вовсе не вещи. Думаю, что все прекрасно понимают, о чем здесь идет речь. И комментировать мне точно ничего не надо. Так, я просила, чтобы одеть обувь. Уже надо выходить мне. И что хотела вам сказать. Мне пришло очень большое количество сообщений от вас с вопросами, как полюбить себя. С вопросами, Оля, подскажи. Оля, расскажи. Ну, начнем с того, что если вы смотрите мои видео, то вы можете даже сами понять, что я сама делаю. Я же вам все время показываю, когда и куда я хожу. Чем я занимаюсь. Как я себе устраиваю спа вечера дома. Как я, когда мне хочется рисовать, я рисую. Если мне хочется вязать, я вяжу. Как мне хочется следить за собой, да, покупать какую-то косметику, ходить на процедуры. То есть это и есть вот такие шаги любви к себе. Да, она вроде внешняя, я это любовь к себе, но она также нам помогает и внутренне стать более расслабленными, более довольными, более женственными и более и более себя принимать, когда вы смотрите на свое отражение. Потому что я в Инстаграм написала достаточно такой искренний пост, и я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что такое не просто не любовь к себе, я знаю, что такое полное неприятие себя. И я знаю, что такое, когда ты проходишь мимо зеркала специально, отвернувшись, чтобы ни секунды не заметить свое отражение. Потому что если ты его увидишь, то у тебя просто исчезает настроение на весь день. Я прошла через такое, я знаю, что это такое, я знаю, как сейчас меняется моя жизнь, как я действительно в гармонии с собой, насколько я себя принимаю, я себя ценю, я берегу себя, забочусь о себе, потому что я действительно внутри чувствую вот эту истинную любовь. Поэтому, как я уже сказала, смотрите мои видео. Порой я могу вам что-то не говорить. Вы просто наблюдайте, да, что делаю я, и это вам могут быть подсказками. Возможно, и мне стоит так же, да, сделать. Но, тем не менее, что сегодня именно хотела сказать, по всем астрологам, которых я смотрю, слушаю, читаю, они все, все время и часто, точнее, говорят о том, что у каждого дня недели есть свое покровительство от планет. И пятница считается днем Венеры. А Венера – это планета женщин, планета женственности, планета любви к себе. Поэтому именно по пятницам, если вам сложно выделить время на себя в течение всей недели, по чуть-чуть, каждый день, хотя бы по пятницам начните заниматься собой и делать все то, что вы хотите для себя. Начните с малого, примите ванну, зажгите свечи, почитайте книгу, включите музыку, потанцуете. Я же сегодня максимально буду использовать День Венеры, и что я буду делать, вы узнаете чуть позже, если будете смотреть мое видео. Но сейчас я собираюсь и еду на работу. Стою на светофоре, жду, когда загорится зеленый свет, и смотрите, вот действительно ощущение какой-то совершенно осенней погоды. Передо мной большая-пребольшая машина, что это там, троллейбусы стоят. Вот, а вот здесь у нас что? Здесь у нас станция скорой помощи. А раньше здесь была детская поликлиника, когда Яночка была грудничком, я сюда ходила с колясочкой. А сейчас тут скорая. В общем, вот такая у нас погода. Сейчас 13.43, и буквально через 2 минутки я буду уже на парковке своего магазина. Так, все, я уже приехала, я на парковке. Тут единственное свободное место было как раз для меня. Сегодня как-то много, много машин на парковке. И знаете что? Вот я вам показала, вот, вот сколько тут метров, 30-50 может. На светофоре стояло, дождь, небо серое. Приехала, припарковалась с этой стороны, уже тучи расходятся, проявляется солнышко, и уже я частично вижу голубое небо. Ну, вы видите, как вообще Вселенная меня любит, когда я приезжаю на работу. Сразу солнышко дало, и небо голубое. Типа, вот, Олечка, пожалуйста, иди спокойно на работу. Радуйся, и всех остальных радуй. А вообще продолжаем тему любви к себе, да, и вот пример. Сегодня пятница, день Венеры. То есть день, когда женщины должны себя радовать. И не должны на себе экономить. Вот один из моментов, очередной, который вы, возможно, и никак не замечаете в моих видео. Но кто-то, кто смотрит глубже, а не так просто ставит, чтобы там говорящая голова что-то вам говорила, да, кто-то может и задумается. Я сейчас практически каждый раз заезжаю за кофе на заправку. Да, я могу приехать на работу. У меня стоит банк растворимого нормального вкусного кофе. Я нормально отношусь к растворимому. И я могу заварить его и пить. Но нет, я заезжаю на заправку, я плачу сколько? Три рубля, это, ну, один евро, да, в переводе, вот, за кофе. И я не жалею этих денег. Даже если у меня в кошельке всего 5 рублей и как бы 3 рубля на кофе, оставь, Оля, лучше на хлебушек с водичкой, да? Нет, я покупаю себе кофе, потому что я очень люблю вкусный, свежесваренный, из хорошей кофемашины, ароматный кофе. И это меня радует, это меня наполняет, это даёт мне силы, даёт мне бодрость, даёт мне просто пару минут кайфа и удовольствия. Мне лично. И у меня нет мысли о том, чтобы сэкономить на себе эти 3 рубля, то есть, ну, этот 1 евро. У меня не появляются такие мысли. И я знаю, что как только они у меня появятся, у меня сразу же будут проблемы в деньгах. Сразу же. Потому что как только мы начинаем экономить на себе, у нас сразу перекрываются денежные потоки. Хотите верьте, хотите нет, можете проанализировать свою жизнь. Как у вас? Я уже давно провела этот анализ и заметила, когда я радую себя абсолютно искренне, да? Не потому что я в голове говорю, так, я сейчас пойду, куплю, порадую, а сама там вот здесь где-то, да? Интуитивно думаю, ай, как денег жалко, ай, лучше на что-то потрачу другое, там, на, не знаю, ребёнку куплю, мужу что-нибудь куплю, ещё кому-нибудь что-нибудь куплю, нищим отдам, да? Сама не совсем богатая, но надо всем всё отдать. И в этот момент вам ничего не дадут, чтобы вам было что отдавать. Сначала наполняемся сами, а потом уже будучи изобильными, довольными и счастливыми, уже когда кувшинчик у вас наполнен вот этим всем, вот только тогда вы не просто можете, а вы даже не замечаете, как вы начинаете делиться с окружающим миром, и в том числе своими материальными благами, да? Но когда у вас в кувшинчике у самих не хватает на донышке чуть-чуть, и вы начинаете ещё с этого донышка всё всем отдавать, то, что к вам придёт поток, чтобы наполнить этот кувшинчик, ну, сложновато будет. Вот, сложновато будет, какой-то мультик есть такой, маловато будет. Так вот, всё время себе говорите, маловато будет. Вот кувшинчик наполню, и тогда буду изобильна для всех. Вот такой вот момент, не путайте его, пожалуйста, с эгоизмом, потому что наполненный счастливый человек, который в первую очередь думает о себе, и при этом, будучи в наполнении, делится с окружающими, это никогда не эгоист, это ни разу не эгоист, это правильная любовь к себе, это правильное отношение к себе. Эгоизм — это извращённая форма любви к себе через большое количество комплексов. И там ни о какой на самом деле любви истинной к себе даже речи не ведётся, поверьте. Эгоисты — это на самом деле самые внутри несчастные люди, которые на самом деле даже понятия не имеют, что такое действительно любить себя и любить окружающий мир. Всё, а теперь пойдёмте на работу. Так, я пока в магазине, но скоро уеду. Перед тем, как уеду, я покажу вам, какой у нас замечательный, чудесный, свежий привоз, какой он нежный, какой он красивый. Ой, как я наслаждаюсь сейчас видами нашего холодильничка. Посмотрите, какая розочка. Сорт называется «Джеллато», в переводе с итальянского «мороженое». Ну, «Мести Бабблс» уже все, наверное, знают, «Альба», «Чекмейт», «Эсперанса». Ну, в общем, вот, вот так сейчас всё выглядит, букетики. Тут отложено для свадебного букета. Цветочки, свадебный букет буду делать уже когда вернусь, но сегодня, так что вы ещё его увидите. Вот такой вот букетик-комплиментик я собрала и сейчас поеду. В общем, я выбрала букетную гвоздичку, светло-розовую, белую и вот такую нежно-лимонно-жёлтенькую. Кустовую розочку пиановидную «Джеллато». Вот эти вот всякие колосочечки и не только. А, и альстромерию. И вот букетик, маленький комплиментик сейчас поедет вместе со мной. А куда мы поедем, вы можете угадать. А если не хотите угадывать, тогда просто смотрите дальше. Кто догадался, кто нет, ну, я пришла к своей любимой Наташе, к своему косметологу. Меня уже тут всё ждёт. В общем, сейчас будем заниматься опять моей красотой, моей внешностью. Пришла пора уже чуть-чуть, чуть-чуть сделать пару процедур. На самом деле, мне надо было намного раньше прийти, но вот всё как-то, как-то я откладывала. А на самом деле не надо ничего откладывать, надо делать всё вовремя. Так что сейчас будем заниматься моей красотой. Так, смотрю, какие у неё тут ещё есть кремики. Вот это вот, если не ошибаюсь, «Обаджи», да, называется марка. Вот я изучаю сейчас эту марку. Вот хочу с Наташей поговорить, может, она и мне чего-нибудь подберёт из ухода. Сегодня с Наташей мы решили заняться не только моим лицом, но и шеей. Потому что, девушки, я думаю, вы помните, что шея, руки – это то, что самое первое выдаёт наш возраст. Сегодня я уже давно с Наташей обсуждала, что мне надо ещё и сделать, ну как сделать, проколоть биоревитализацию, сделать именно вот здесь, в этой части. Так что сегодня, скорее всего, сразу и сделаем. Ну, посмотрим. Сейчас тут Наташа должна прийти, и мы уже будем к ней решать конкретно, что сегодня будет. Опять палил дождь очень сильный, причём такая гроза с громом, с молниями. Сейчас время, час пик, все выезжают, кто с работы, кто с города. Ну, а я тоже стою тут, жду, когда будет моя очередь на поворот. Еду в сторону магазина, буду делать свадебный букет. Вот, и взяла себе пока что два кремика, ну как, не кремики, сейчас покажу вам, пока в пробке встаю. Потому что остальное Наташа довезёт, я вот через две недели к ней ещё раз приду, и она мне тогда ещё сыворотку и тоник. Вот, она мне подобрала вот такую умывалку у Баджи, сказала, что очень хороший уход и деликатный, и при этом для умывания по вечерам. Вот, показала, как пользоваться всё, сказала, чтобы я умывалась. А это крем, именно под мою кожу она выбирала. Holy Land, тоже профессиональная линия Perfect Time. И вот именно Holy Land, она ещё мне сыворотку привезёт и тоник. Я вспомнила, что мне корм в Пандоре надо купить, и в общем я приехала, я уже стою около зоомагазина, но вы посмотрите, что на улице. Ветер, и вот, вот, вот совсем капелька дождя, ну чуть-чуть так. О, может сейчас прекратится, как вы думаете. Сижу в машине, хоть здесь вот дойти совсем чуть-чуть, но я пока не пойду. Ну, сейчас я опять похожа на человека, который засунул голову в улей пчёл или в муравейник. Я вся, вся в этот раз в пупырышку. Ну, и ещё шея, видите, шея у меня тоненькая кожа, поэтому шея особенно сейчас выглядит страшно. Но ничего, вы знаете, ощущение приятное, у меня ещё заморозка до сих пор отходит на коже, поэтому такое забавное ощущение, как после стоматолога, но когда тебе заморозили всю голову, а не только там частично. Сейчас уже позвонила Мариночке, она сейчас ставит чайничек, мы попьём кофе. Да, вечером выпью сейчас кофе, потому что, как я говорю, у меня стресс. Вот, ну такой позитивный стресс, хороший стресс, который я люблю. После похода к Наташе я всё равно всегда чувствую себя обновлённой, и мне очень приятно. Мы с ней записались, через 2 недели я к ней приду, потому что мне надо прокалывать лоб и чуть-чуть вот здесь вот, около глаз вот ещё. Ну и заодно, как я вам сказала, пока только мы взяли умывалку и крем, плюс вот именно этой серии Holy Land, она именно её мне советует для моей кожи, она мне привезёт ещё сыворотку и тоник. Вот, и расписала, как ухаживать, то есть когда чем пользоваться, в зависимости от времени суток, то есть когда утром, когда днём. Вот, я, например, всегда думала, что умываться умывалками надо и утром, и вечером. А оказалось, вот, по крайней мере, и это, и она сказала, только вечером. А утром достаточно просто водички. Вот, всё равно настроение классное, я сейчас буду всех отпугивать своим внешним видом, но это надо потерпеть буквально 2-3 дня, потом только будешь привлекать ещё больше внимания к своей персоне, своим сияющим, ровным, красивым, наливным личиком. В общем, видите, сколько у меня эмоций. Но, на самом деле, знаете, почему у меня столько эмоций? Я вам показала сейчас дождь, да, который только что пролил, а я остановилась в козлу магазина, купила корм Пандоре, мне привезли, заказала, что я именно под сфинксов. Вот. И дождь-то прекратился, я думаю, ну всё, пойду заберу. Но моя машина стояла в такой низине, что вся вода, которая вот-вот лилась, она вся была под моей машиной. И, соответственно, когда я вышла, я по колено просто встала в лужу. И, несмотря на то, что я не намочила свою голову и свою одежду, я нормально так намочила ноги. Но ничего, бывает и так. Марина начинает раскладывать цветочки для свадебного букета. Значит, из чего мы будем его делать? У нас будет белая фрезия, здесь целая пачка 10 штук. У нас будет розовый пион. Розочка. Вообще я заказывала Яну, но Яна не приехала, приехала Татьяна. В общем, Яну поменяли на Татьяну. Внешне, в принципе, роза похожа. Таноцетум, что еще? Гвоздика букетная розовая, белая, пеновидная кустовая джульетта, ой, не джульетта, а джелата. И махровая белая эустома сорт Алиса, да, Алиса белая. Сейчас еще вот, Мариночка, мне начищает эвкалипт. Да, надо будет побольше, потому что по всему букету будем миксовать эвкалипт. И вот, букетик собран. В этот раз такая немного не классическая классика. Почему не классическая? Помните, я вам говорила, для классики такой идеальной, надо абсолютно ровный-ровный круг. Ну, не круг, а окружность, чтобы каждый цветочек был на одном уровне друг с другом. Здесь же вариант букета, когда позволимо сделать цветочки на немножечко разных уровнях. Все-таки я самый злой начальник на свете. Я хочу сейчас заснять вам, показать уже почти готовый вариант букета. Почему почти готовый? Вы, ленты, все есть, букетик выглядит вот так. Так, смотрим на букетик, а не на меня, после косметолога. Но завтра я еще буду подрезать вот так вот ножки, чтобы, ну, вот так, да. Тогда он будет более гармонично смотреться. Сейчас слишком длинная нога получается. Почему я злостный начальник? Почему я самый злой начальник? Потому что Марине в это время позвонила подружка, с которой они давно не общались. И Марина здесь села общаться. Что сделала? Я ей сказала, Марина, выйди, пожалуйста, на улицу поболтать, потому что мне надо снять видео. Вот. Ну, я думаю, Марина меня понимает и не убежается, потому что я все равно сейчас собираюсь уже уезжать. А хотела перед этим показать букет. Его будут забирать завтра, с самого утра. Конечно, возможно бы я и утром могла вам его показать. Но кто знает, бывает такая ситуация, что я приезжаю, а уже около дверей стоит жених, нервничает, переживает и ждет, где же, где же я, чтобы уже дать букетик. И чтобы избежать такой ситуации, когда я буду торопиться, нервничать, я лучше вам покажу его сейчас. В общем, вот такой букет, полуклассический я его называю, потому что здесь как раз-таки была позволима вот эта вот свобода, вот эта такая небольшая рыхлость в букете, да, то есть не настолько все ровно, не настолько все вот по миллиметру, да, когда тот букет он делал, там миллиметр в миллиметр мы вымеряли, чтобы цветы абсолютно идеально лежали ровно. Здесь нет, здесь такая уже классика с дозволением сделать немножечко такую игривость за счет вот разного уровня. Но опять же, разный уровень, обратите внимание, это не значит, что один цветок сильно торчит, а другой там в глубине. Нет, позволима где-то до полсантиметра вот эту разницу делать, и за счет этого он получается таким, ну, как по мне, более легким, наверное, да. Да, то есть все-таки идеальная классика для меня лично, для меня очень тяжелая, а здесь все-таки он более игривый получается. Сделали мы такой бант, ленточки, как я говорю, обрежем потом ножку, и все, и все, и вот невеста пойдет с таким букетом под венец. Кстати, как мне этот букетик? Так, камера, давай ты будешь фокусироваться на букет, а не на мое лицо сейчас, а? Вот, а еще знаете, что я заметила, что когда я снимала вам видео раньше, да, и вот когда я ходила к Наташе, косметологу, мне было настолько неудобно и некомфортно снимать видео, потому что я понимала, что у меня лицо после косметолога, то есть уколы, да, где-то есть там покраснение, где-то синячки, где-то вот эти папулы, да, потому что когда делаешь биоревитализацию, очень часто такие папулки такие, как, знаете, бугорочки по всей коже, которые сходят только там на третий-пятый день. И мне было так дискомфортно, я чувствовала себя, мне хотелось, знаете, вот во что-то замотаться и либо вообще себя не показывать, а показывать только то, что я вижу вокруг, потому что, ну да, дискомфортно, стыдно, неудобно, я не знаю, сколько еще слов сказать, настолько было для меня сложно снимать видео, вот, после похода к Наташе. А сейчас я понимаю, что ничего в этом нету, это наоборот говорит о том, что кто молодец? Я молодец. Почему? Потому что я забочусь о себе, о своей коже. Ходить к косметологу – это действительно забота высокого уровня. И почему я должна этого стыдиться? Я, мне кажется, я в данном случае, наоборот, должна этим гордиться и, возможно, для кого-то стать примером того, что это нормально ухаживать за собой, это нормально быть современной женщиной, которая не хочет там в своем возрасте выглядеть, да, какой-нибудь морщинистой старушкой. В общем, вот так. Вот, высказалась, букетик показала, теперь можно ехать домой. Дай показать жабу! А я жаба! Дай показать жабу! Дай показать жабу! Вкусная жаба? Да. Да? Ммм, какого она вкуса? Моя жаба. Твоя жаба, что? Не покушайся. И все со мной тоже съела? Не покушайся на мою. Все съела уже? Там есть ничего. Ты прям как во Франции лягушачьи лапки кушаешь. Могу бошку. Я, но! Ну, бедная жаба! Вот такие вот желатинки у нас продают. В общем, у Янки счастье. У нее есть жаба, которую можно есть. А у меня женское счастье. Еще раз вам покажу. Вот кремик для умывания, да, точнее средство для умывания. И вот крем, который утром-вечером наносить. Но, как мы с Наташей договорились, сейчас пока жарко. Она предложила только вечером его наносить. А мне она приведет еще сыворотку. Холиленд. И вот сыворотку я буду вот сейчас вместо крема. А уже когда будет зима, она сказала, надо будет и сыворотку, и крем наносить. В любом случае, я очень довольна. Вообще, я так хотела. Я вообще хотела себе линейку полностью вот у Баджи взять. Но Наташа сказала, что пока не надо. Слушайте, как у нас холодно. Вообще, вы видите, я сижу в двух свитерах. Вообще замерзаю. Сейчас уже скоро пойду спать ложиться. Может быть, даже чай, наверное, выпью перед сном. Потому что, ну, похолодало. И завтра я с мамой только что говорила по телефону. Она сказала, да, сейчас 18 градусов. И она сказала, что завтра вроде бы 17 только будет. Сейчас посмотрю. Да. Максимум 17 градусов завтра. В общем, надо мне потеплее одеваться. На работе у меня, как обычно, холоднее. Вот. Ну, мы не об этом. Слушайте, я сейчас совершенно случайно узнала про небольшой совершенно сериал. Там серии 15-20 минут. По-моему, 10 или 11 серий всего. Сериал называется «Нежность» с нашими актерами. В общем, кто-то, если кто смотрел, вот напишите. Я посмотрела пока только первую серию. Очень стильно снят. В Петербурге снимали. И вот первая серия сразу влюбила просто в этот сериал. Ну, на самом деле, он и с юмором, и со смыслом. Так что, если кому-то хочется чего-то такого легкого и стильного одновременно, потому что очень, еще раз повторюсь, стильно снят, то посмотрите. Я на Ютубе не нашла. Нашла просто на Кинопоиск, или как он там называется. Вот. И есть серии небольшие. Совсем сейчас еще одну посмотрю. Вот заварю чаек. Ну, и потом побегу спать. Так, мои хорошие. Всем вам отличных выходных. Потому что вы будете как раз на выходных, наверное, смотреть это видео. Очень вас люблю. Я надеюсь, что это видео было не просто интересно, но и полезным. Я очень хотела дать вам нужную ценную информацию, которую, ну, сейчас, в принципе, уже можно найти на просторах интернет, но в свое время о таком не принято было говорить, не принято было такое советовать. Но сейчас я понимаю, что я бы хотела. Я бы хотела посмотреть вот такое видео, более живавый, лет так 20-25. И я думаю, что оно бы мне тогда действительно помогло не сделать те ошибки, которые я сделала. Но одновременно с этим хорошо, что, возможно, у меня эти ошибки были. И теперь я могу абсолютно смело на своем опыте вам что-то говорить, рассказывать и понимать, что действительно я через это проходила. И это, знаете, не пустые слова. Кому это было ценно, можете поставить мне лайк, можете написать свои комментарии. Я вас очень сильно люблю. Все. До новых встреч. С вами была Оля. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok